Всем привет, ребята! С вами Вика. Вот Николай. Мы приехали в наш старый район, где мы раньше жили, чтобы поехать на метро в Сеул, в российское посольство. Почему именно сюда приехали? Потому что тут, во-первых, бесплатная парковка, и нам будет удобно обратно возвращаться. А потом уже поедем дальше по делам. Сегодня вообще у нас загруженный день, я надеюсь, что мы все успеем. В посольство нам нужно, чтобы сделать справку о... Точнее, даже не справку, а наше свидетельство о браке нужно заверить, и потом поедем в страховую. Я уже закинула, пополнила баланс. Почему мы не поехали на машине, на посольство? Потому что очень много пробок, и мы, скорее всего, не успеем к назначенному времени, а на метро все-таки проще. Поэтому вот решили так сделать. В этом метро мы раньше всегда были, всегда отсюда уезжали, и вместе с Никей все очень знакомые, но мы давно тут не были. Я лично, ну, года два точно, а так больше двух лет, наверное. А хотя нет, я же ездила один раз, по-моему, во время пандемии даже, по-моему. Что я тут делаю, уже не помню, но что-то, да, было такое, да. Мы уже сели в поезд, сзади меня, видите, какой вид. Давно мы с Колей не ездили в метро, все время на машине. Вот с тех пор, как купили машину, так и вообще обленились, своим ходом почти что не ездили. Ну, я-то езжу на автобусе, когда Коли нет, а так, когда все вместе, куда-то ездить, по делам всегда на машине. В Сеуле проблема с парковками, особенно в центре, нужно искать, даже платных очень мало, и на это уходит очень много времени. И это тоже одна из причин, почему мы поехали на метро. Все, мы приехали, почти уже дошли до посольства, но мы опоздали, минут на 10-15. Не знаю, сейчас получится попасть или нет. К тому же сейчас начнется обед, и, скорее всего, мы попадем на него. Как обычно, все выпадает, либо на обеденный перерыв, либо на выходные, либо на праздники. Мы попали на прием, сделали документ, который нам нужно, нам все заверили. Мы переживали, что не успеем. Оказывается, у них обед в 12.30 начинается и длится 2 часа. А сейчас как раз через 5 минут он начнется, а мы уже все сделали, успели. Мы когда пришли, наша очередь еще не подошла, поэтому мы вовремя все успели сделать. Без проблем, кстати. И что хорошо, у них сейчас появился банкомат, где можно оплатить госпошлину. Правда, с комиссией 5%, но зато не выходя никуда. Я подошел к нему, нажал, как обычно, и из-за этого терминал завис, говорит, не надо прикладывать силу, надо нежно с ним обращаться. Потихоньку надо, да? Ну, в общем, оплатили. Не нужно вводить реквизиты и так далее, просто нужно сумму ввести и все. Ну и там фамилию, имя. До этого мы ходили куда-то далеко, искали банкомат, потом возвращались, на это уходило время. Ну и, короче, было неудобно. А он же раньше тоже был в банкомат, помнишь, просто он не работал. Мы уже сели в метро, сейчас поедем домой и по дороге еще заедем в страховую, чтобы оформить медицинскую страховку. Так как мы уехали из Кореи на 2 месяца, у нас страховка слетела, поэтому сейчас нужно ее оформлять заново. И вот пока ехала в метро, думала, почему же так получилось, что мы все это время, да, редко ездили. Да, из-за того, что у нас машина появилась, я поняла. Из-за того, что раньше у нас метро было рядом с домом, идти минут 5. А сейчас другая станция метро, во-первых, во-вторых, она находится далековато. Где-то минут 15 ходьбы. И местоположение не очень хорошее. Нужно будет делать пересадки, а у нас тут прямая четвертая ветка. Так-то у нас хороший райончик этот, тихий, спокойный, не такой, как сейчас, знаете, когда невозможно окна открыть. Просто были минусы в этой квартире. Кстати, мы сейчас подъезжаем уже, решили проехать, посмотреть. Ну, там люди живут, мы как-то приезжали уже, вместе с Никей даже. Люди живут, да. Вот, блин, едешь, вот этот дом больше, какой прикольный. Вот этот дом, да, был прикольный. Он цветет летом, весной, по-моему, розы там были, да. А вот и наш дом. А, нет, не наш дом, дальше. Просто они похожи. Вот наш дом на первом этаже, вот наше окно. Просто из-за того, что квартира находится на первом этаже, и было холодно зимой. Плюс дом такой уже старенький, да, и район, он хоть и тихий, спокойный, но тоже есть свои минусы. Знаете, здесь мало инфраструктуры, он как-то слабораспит. Мы сделали все дела, теперь хотим взять баба-утиль для Леры. Она любит этот напиток, и мы как раз мимо проходили, увидели. Мы там по дороге купили немного овощей. Вот зелень взяла, это кинза, потом паприку, он все в раковине носил. Паприку две, значит, взяли, и шипночок. Вот такой нечищенный, потому что он дольше хранится. И будем сегодня готовить что-нибудь с перчиком. Новость такую я на днях прочитала. Маски в Москве отменили, как-то, 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 что и маска. Насчет всей России я не знаю, но мне писали в комментариях, что мы в этих городах не отменили. Продолжается масочный режим. Это Воронеж, Краснодарский край, по-моему, и там еще. Я так поняла, что не по всей России, скорее всего. Но я думаю, что это вопрос времени, и скоро по всей России снимут масочный режим. Недавно я прочитала еще такую новость, что, оказывается, теперь будут штрафовать тех, кто носит маски, представляете? Потому что это будет считаться, как будто ты скрываешься, ну, то есть, как будто ты хочешь скрыть свое лицо. Поэтому штраф от 5 до 75 тысяч рублей. Я не знаю, насколько это правда, но информацию я нашла в таком крупном новостном канале. Кто до этого штрафовали, если ты без маски, то теперь надел маску, и все, и снова штраф. Я хочу, чтобы скорее такой закон был, но здесь вряд ли такой будет, потому что они и до пандемии носили маски постоянно. Если вы помните, я даже видео снимала в 2018 году, когда их вообще никто не знал, что такое коронавирует и так далее, и я рассказывала, что, почему корейцы носят маски. Как раз вот сейчас сезон начинается, в марте, когда волосы вот этих вот в Китае идут грязные, поэтому корейцы носят маски, они их прикинули на улице и в помещении. Так было и до пандемии. А сейчас так вообще приросли эти маски просто к лицу. Вот так. Ну как, слышно было? Все, помыла посуду. А, нет, не помыла. Оказывается, здесь еще сковородка, есть еще кастрюля. Знаете, раньше был прикол в одноклассниках, когда помыла всю посуду, и смотришь, блять, здесь еще и сковородка, оказывается. Ладно, помою это тоже. Я загрузила новый хлеб, он уже поднялся, осталось 51 минута, и видите, он задел крышку, очень сильно поднялся, видимо, я переборщила дрожжи. Со мной такого давно не было, я уже знаю пропорции, а поначалу было часто, да. Я даже называла этот процесс, хлеб взлетел до небес. У Леры сегодня был первый урок по готовке, и вот она только что пришла, занятие, вот что готово. Что это? Сэндвичи. Сэндвичи с яйцом, да? Мама, кстати, молоко, это за то, что я только типа красиво старалась. А, это тебе молоко, молодец. Все, теперь можно пушить, да? Мама, знаешь что? Тебе понравился урок? Да, только я измоталась. Измоталась? Такие вот сэндвичи аппетитные получились. За 20 минут будешь приготовить? Да. Ну все, теперь вместо папы будешь ты дома готовить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас мы с вами распакуем посылку. Сегодня курьер принес. И что здесь, как вы думаете? Я ровно две недели назад заказывала, и вот уже она пришла. Это, ой, что ты там упал? Лер, подним, пожалуйста. Это чехол на Лерин айпад. Вот такой вот. Мне кажется, на картинке он смотрелся как-то более реалистичнее. Нет. Принт какой-то. Мне вот так нравится. Да? Просто принт, мне кажется, плохо отпечатан. Сейчас посмотрим. Вот такой вот чехольчик. Нет, подожди, подожди, я посмотрю. Он стоил 1358, что ли, вот в районе 1400 рублей. А вчера я зашла, посмотрела, курс немножко упал, и теперь он стоит 1000 рублей. Нормально, да так? Ну да ладно. Он силиконовый, видишь? Иди, папе, скажи, что ты взял. Там что-то упало. А, смотри, здесь стилус еще есть, смотри. В комплекте. Это стилус или же это ручка? Просто я до этого покупала стилус-ручку. Нет, это стилус такой, маленький. Он работает или нет? На, иди попробуй. Ну-ка, давай, показываем, что там. Что-то непонятно, как там стоит вообще. Да что, подожди, мама. Вот, вот так давай. Нет, как смотрится? А, это как смарт-кавер, да? Сел? Да как это сделать? Ну вот, ты же не хочешь, чтобы трогали. Ты же все знаешь сама. Вот, да. Вот так. Ну, здесь просто мягкая поверхность, поэтому. Забрала у Леры айпад, чтобы показать, как смотрится. Это смарт-кавер, да? Хотя... Ну, да. Что-то типа. Аналог. Аналог, да. Ну, хорошо сел, да? Нравится? Сердце мое! Приготовился к левушек. Сейчас посмотрим, в каком он состоянии. Да, в принципе, нормально. О, как он! Но надо полностью смотреть. А как его сейчас вытащить-то? Ау! Нормально, просто внутри он такой... Пустой? Да. Воздушный? Воздушный, да. Ну, ничего. В следующий раз... Ты опять что-то добавила? Что это за... Да, дрожжи я перенесла. Таракань и какашки. Это семенальная. Просто дрожжи много добавила, потом он поднялся, видишь? Ту-ту-ту-ту-ту-тух. Хеликоптер. Это вертолет! Ха-ха-ха-ха! Я продолжу тему медстраховки, а то, оказывается, я начала и не закончила, и не рассказала, оформили мы ее по итогу или нет. Да, мы ее сделали наконец-то. Как только вернулись из посольства, сразу направились в страховую. И на мое удивление, мы сразу ее оформили. Я думала, будут проблемы, скажут, еще какую-то справку принести, или скажут, сейчас не положено, или что-то еще. Потому что со страховкой всегда у нас какие-то проблемы. Сделать ее не так-то просто. Тут вообще такие заморочки с этой страховкой. Как только прилетаете в Корею, вы не можете ее оформить сразу, если не устраиваетесь работать где-нибудь официально. Можете ее оформить только спустя 6 месяцев. Либо же, если вы находите работу, устраиваетесь официально, то у вас сразу уже будет эта страховка. У нас какая ситуация случилась? У нас была до этого страховка, и больше двух лет она у нас была, не прерывалась. А вот после того, как мы выехали в Россию, Коля уволился с работы, мы выехали, и нас не было полтора месяца. Мы прилетаем в Корею, видим кучу писем из страховой, где нам начали присылать платежки. Причем, если-то это у нас было семейное, где мы были вписаны все в одну. А после того, как уехали, нам стали присылать по отдельности. На Леру отдельно, на Колю отдельно и на меня отдельно. На меня, причем, больше всех начислили за январь. Хотя в январе мы здесь не были. Мы 1 января сразу улетели в Москву. И после того, как мы вышли из карантина, Коля сразу пошел в страховую разбираться, что делать с этими платежками. Нас тут не было. И знаете, что они сказали? Вы же находились 1 января в Корее. Значит, это считается за целый месяц. Ну и Поля говорит, мы же в 8 утра 1 января улетели. Они говорят, ну все равно это же было уже 1 января. Первое. Вы еще были в Корее? Были. Ну и, короче, Коля заплатила за себя, за Леру. Ну у них там немного по 20 долларов вышло. 40 долларов заплатил. А на меня вышло 141 тысяча. Это где-то 110-120 долларов. Сказали, что если Коля устроится официально, то можно эту платежку не оплачивать. А если не устроится, то значит нужно будет оплачивать. И мы не сможем сделать семейную, снова вписаться в одну, потому что должно пройти полгода. Ровно 6 месяцев. И все бы ничего, но у Коля сменился статус. То есть теперь у него видно жительство, а с этой визой, с F5, теперь нужно сразу оформлять медстраховку, как только ты прилетел. И тут еще такое. Там не оформляешь же на автоматическом. А, то есть она сразу, да, появляется. И тут еще такой нюанс. Как только вы улетаете из Кореи, если вы отсутствуете не больше 28 дней или месяца, ну по-моему 28 дней, то страховка сохраняется. А если же вы были уже больше месяца, то она слетает. И по прилету идет новый отсчет через полгода. Ну то есть я говорю, такая очень сложная система, замудренная. К счастью, мы разобрались со всем, нам все оформили, сделали и без всяких дополнительных справок. Потому что в прошлом году тоже надо было родство подтверждать там что-то. Причем просто предоставить свидетельство о рождении, чтобы вписать ребенка бывает недостаточно. Некоторые требуют сделать анализ ДНК, чтобы подтвердить, что это действительно наш ребенок. Ну и вот, короче, мы все сделали. И теперь у нас есть страховка, нам не надо ждать 6 месяцев из-за того, что Коля устроился официально. То есть как тут работает система? Если есть официальная работа, то можешь вписать всю семью. Если работаешь неофициально, то только через 6 месяцев вписать именно в семейную страховку. Ну и по отдельности тоже через 6 месяцев только. Мне спрашивали, а что российское посольство в Корее так и работает, его не собираются закрывать? Ну может быть спросили из-за всей этой ситуации, но мы поехали, нормально попали на прием. До этого записались электронно на сайте и все, без проблем сделали, что хотели. Еще спрашивали, а что там просто так запускают, и любой желающий может зайти. Там стоит охрана, и они спрашивают, по какому поводу пришли. Ну без негатива, без наезда, просто интересуются все очень вежливые. Охранники это местные корейцы, а внутри посольства работают уже российские сотрудники, послы. Еще был вопрос, не боюсь ли я разговаривать на русском, когда хожу где-то на улице. Нет, не боюсь, я всегда разговариваю на русском и буду продолжать это делать. Тем более у нас такой город, здесь очень много иностранцев, и люди разговаривают на разных языках. Насчет русского языка, кстати, Коле на работе дали небольшой совет, рекомендацию, когда он будет где-то среди большого количества людей, среди толпы, и где будет много корейцев, чтобы он не говорил на русском, чтобы лишний раз никого не раздражать. Я когда об этом узнала, конечно, выбесилась. Ну вот так вот ему сказали на работе, ну без зла, без всего этого, просто чтобы не было неприятностей каких-то. А то мало ли что может произойти. Я считаю, что никто не имеет права запрещать кому-либо разговаривать на его родном языке. И то, что советуют сделать Коле на работе, не разговаривать на русском, это в чистом виде русофобия. К счастью, мы не сталкивались с такими притеснениями из-за того, что говорим на русском, или из-за того, что у нас российское гражданство, из-за того, что мы приехали из России и так далее. Так что на этом я буду видео заканчивать. Кстати, если вы все еще не подписаны на мой телеграм-канал и на мой ВК, то добавляйтесь по ссылке в описании, чтобы мы всегда с вами были на связи. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи и всем пока-пока!